Всем привет! Это новости Турции. Кто впервые открыл подобное видео, я вас оповещу о том, что я живу в Турции, перевожу просто наши новости на русский язык, освещая, что происходит в стране и на самом деле, что здесь думают граждане, чем интересуются люди, что для иностранцев Турции может быть интересным и полезным из новостной повестки. Я не являюсь профессиональным журналистом. Это мой личный блог. В инфобоксе я оставляю ссылку на телеграм-канал. Подписывайтесь. Самые свежие, последние, интересные новости Турции собраны со всех возможных источников. Итак, по новостям, что на данный момент сейчас у нас в стране актуально. Конечно, у нас улегла вся предвыборная, поствыборная тема политическая. Больше на повестке дня экономика. Растущий курс доллара, который у нас ого-го. Он скаканул, конечно же, в первую неделю после, первые две недели после выборов. Потом все-таки обратно подняли процентные ставки, удерживают его. Но курс уже зафиксировался. Больше 23 лир стоит 1 доллар. Страна, правительство, люди вообще ждут каких-то перемен в экономике, хорошей работы нового министра экономики, новой главы Центробанка. Это я в прошлых новостях рассказывала. Вырабатывают они там какую-то стратегию. В общем, все замерли в ожидании. Из последних свежих новостей вчера было объявлено, что собирается совет в ближайшие дни. Опять там министры, в общем, по поводу повышения порога минимальной заработной платы. Производить индексацию вот этого минимального порога. Ну, потому что просто жить трудно, скажем так. Да, все очень заметно дорожает. Планируется впустить в оборот новую банкноту в 500 турецких лир. Конечно, были немножко слухи-сплетни, кто же будет на этой банкноте изображен. В основном, конечно, все были ставки либо Эрдоган, либо Ататюрк. Но это не то, чтобы шутейка была. Еще в 2017 году в интернете начали гулять фотографии вот такой 500-лировой банкноты. Но она не была какой-то официальной. То есть это так не рассматривалось. Разговоры такие были. И вот кто-то достал из этих старых закромов эту фотографию. Вирусил ее, скажем так, новости создавали, что может быть имени себя. Он сделает банкнот. Ну, нет, будет Ататюрк, если такая банкнота будет. Но вообще она должна быть. Но даты, когда что запустится. То есть их сейчас, скорее всего, выпускают. И когда какая-то серия банкнот будет готова, ее выпустят в обиход, пустят на рынок. Если мы сейчас берем как бы факт, а нам-то что с этого? Кто живет в Турции? Кто здесь до деньги тратит? Как вы, например, если туристы приезжаете и тратите деньги. Это лишь сам факт, подтверждающий высокую инфляцию. Поэтому падение лиры это такая некая просто значимая черта о том, что нам теперь нужны денежки в 500 лир. Которые раньше, вот я себя помню реально, я считала даже 7 лет назад, банкнота в 200 лир. Я не скажу, она прям очень редкая была, да. Но ей очень трудно было рассчитываться в магазинах обычных на кассе. С нее нужно было очень много сдачи дать. И в магазинах порой ты там рассчитываешься просто как-то мелкое, я имею в виду, покупкой 200 лир. Кассир всегда как-то мялся, а помельче у вас нет. Это вам значит, сколько вам денег сейчас надо сдать, да. Все, словно, ты у него вычерпываешь кассу. Все стоило как бы относительно сейчас копейки, да. Инфляция, в общем. И ощущение, вот эти 200 лировые банкноты, они были, ну, не прям редкие, да, но неудобные какие-то. В ходу было 10 лир, 20, 50 и 100. Сейчас 100 лир стали в обиходе, как раньше были, 10. Полтинники, ну, такие прям вообще уже маловато их у нас. Их очень много в обиходе, да. И вот эти 100 и 200 лир сейчас вообще как вот бумажки, они вот так вот разлетаются, как фантики. Вообще Турцию очень сильно топит, у нас проливные дожди. Лето, кстати, вот в Стамбуле на минуточку в этом сезоне уже конец июня начинается. Ну, середина, окей, ближе к концу июнь завершается. Теплая погода, как таковой, вот она последнюю недельку только установилась. Во многих частях страны прогнозируются дожди, ливни, грозы, град, заливаются города. И такой поток воды идет, что смывают и людей, дома, машины топят. Этого очень-очень много практически там через день разные части страны. Это вообще стало очень такой повседневной повесткой. Даже не то, что неудивительно, а вообще как бы обычное нормальное дело. Когда раньше, у нас вообще июль месяц, июнь, это была адская засуха, воды наоборот не хватало. В августе дожди начинались, то сейчас вообще наоборот вся погода, скажем так, климат у нас поменялся. День назад в Алании автобус туристический с российскими туристами из Алании ехал в аэропорт и попал в аварию. Автобус въехал в стоящую фуру на скорости. Фура вообще не ехала, была припаркованная. Сильная авария, пять пострадавших, два гида и три человека. Туристы были госпитализированы, были люди просто с ушибами, которые не обращались в больницу. И водитель вообще погиб сразу. Раньше таких историй гораздо было больше, если вы вспомните предыдущие годы подобные. И не только такая, а вообще какие-то катастрофы, связанные с этими автобусами туристическими в сезон летний. Потому что это очень тяжелая работа. Стараются перерабатывать водители, мало отдыхают, мало спят, ездят, работают ночью, ранним утром и так далее. То есть это работа на износ, потому что сезон, побольше хотят, может заработать денег, тяжелая экономическая ситуация. То есть это работа вообще не из легких, зарплата там не супервысокая. Но да, такая история есть. То есть если мы берем сравнение, почему с городскими автобусами это не происходит, а с туристическими, это частный, наем, бизнес. Если мы берем городской общественный транспорт, то там есть нормы, следят там за здоровьем водители автобусов. Их просто не выпускают на рейс, если они там не поспали, не готовы, там досмотр всякий. Вот это просто через старость. Государство контролирует эту систему. А здесь не контролируют. Это частный бизнес, это частные компании туристические и так далее. Вот это все очень просто. К сожалению, есть вот этот фактор риска, так что будьте осторожны, пожалуйста. Система есть такая Sigma Pay. И как вот турецкая Трой, Sigma Pay. Это такая платежная система, короче говоря. И в каких-то магазинах, вот пока что в Стамбуле я этих магазинов еще не увидела. Я, скорее всего, предполагаю, это в туристических зонах. Анталия, Кемера, Лания, Марморис, Бодром и так далее. В каких-то магазинах, не в сетевых, где это очень распространено. Знаете, у нас туристические территории, районы в стране, они немножко по-другому вообще живут. Там своя какая-то цивилизация отдельная. Так вот там принимаются, как оплате через Sigma Pay, российские банковские карточки по системе МИР. Типа они с МИРом работают. Объявления эти уже есть в интернете фотографии, там стойки, указы, где написано, там по-русски МИР принимаем и так далее. В Стамбуле я еще пока с этим не столкнулась. То есть это не про постоянную систему, когда ты просто живешь и там в Стамбуле пошел в супермаркет, на кассе рассчитался. Нет, пока что этого нет и, скорее всего, не будет. Это для туристов. Какие-то отдельные частные или маленькие сетевые магазины это могут взять на вооружение. Почему? Обслуживание Sigma Pay они должны платить. Это может там невыгодно, да? И Sigma Pay, если вы платите, то там вы своей карточкой воспользовались от покупки. У вас еще плюс 12% вы платите за обслуживание этой системы, то есть чтобы вы ее воспользовались. То есть к вашей покупке плюс 12% от стоимости, которую вы заплатили. Кто спрашивал, интересовался и Крем и Мамалу, мэр Стамбула, в следующем, 24-м году уже выборы будут, вот, пожалуйста, свежие новости, ему выдвинули обвинения, срок там от 3 до 7 лет по статье идет, уголовное дело открыли, новое по поводу коррупции. Каких-то там моментов не разглашается, причины ничего прочего не еще пока что. Нет, я думаю, эта история будет публичная, конечно, он в этом будет заинтересован. Неизвестно, рассыпется дело или нет, накажут или нет, вообще есть ли там состав какое-то преступление, непонятно пока что, какие на него были нападки юридические, юридические, это какие-то слова, оскорбления личности, то есть по факту такого, за что бы схватить юридически, не было. Вот на данный момент началось вот это новое дело. Пока что подробностей нет, там, видимо, собирается это дело, рассмотрение идет, в общем, чего публике пока что не было представлено, но все-таки, опс, понятно. И в 24-м году у нас будет введена система попытка введения электронного голосования. Как это интересно. А турки, видимо, еще народ здесь, вот что, ощущение, когда я спрашиваю, как вы к этому относитесь, они сначала, когда были выборы, я рассказывала, что у нас есть электронная система голосования, страны, откуда я, да, и говорю, такая система, знаете, мутная, можно голоса украсть, как бы фальсификацию произвести, они говорят, да вы что, такое нельзя вводить, да, как бы, зачем, все же пошли проголосовали, чтобы вы понимали, насколько жестко в Турции выборы, у нас даже нет вот этих открепительных талонов, чтобы ты мог проголосовать, если живешь в одном городе, а прописка у тебя в другом, по работе или ты студент, люди специально возвращаются домой по прописке и идут голосовать, представляете, ну, ответственная очень, у нас явка практически 90% в стране. Сейчас вводится вот это, попытаются ввести форму электронного голосования возможности, неизвестно, сколько туда процентов людей пойдут, этим воспользуются, или все-таки они пойдут на участки, но так как в Турции очень многие живут не по своему месту жительства, то есть где ты родился, где ты прописан, уезжают на работу, уезжают в крупные города, то, возможно, электронное голосование очень многие заинтересует, чтобы не было желания тратить деньги, время, выходной, ехать голосовать, как бы это накладно во всех аспектах, и времени, и денег, финансов, и всего прочего. Поэтому посмотрим, насколько люди на это откликнутся, и вот сейчас, когда эта новость прошла, она абсолютно, может быть, это зондирование почвы общественного мнения, особо никакого протеста, чтобы люди обсуждали, что так нельзя, это, скажем так, непрозрачная система и так далее, вообще никак не откликнулось. Возможно, люди чересчур заняты своей жизнью, проблемами, деньгами или их отсутствием, то есть на это вообще эта новость прошла мимо. Но если мы берем предвыборную историю, муниципального голосования, это очень важная новость, дадим ей немножко настояться, через полгодика мы к этому однозначно вернемся, 100%, это будет обсуждаться, посмотрим, как люди отнесутся к этому внедрению. Я могу дать от себя оценку, смотря здесь, как люди реагируют, абсолютно все легко зайдет, никто против не будет, всем будет типа без разницы, и я думаю, что постепенно электронное голосование на себя перетянет большой процент людей, которые не сейчас, в 2024 году, попозже еще со временем, которые пойдут на это, потому что это просто тупо удобно. И на юго-востоке Турции, рядом с приграничной территорией с Ираком, было найдено новое газовое месторождение, и постепенно Турция вот уже за полтора года прошедших отходит от влияния российского газа на свою экономику, отходит, раньше это было в районе 70% зависимости, на данный момент 30-40%, уже в половину, и у нас тогда открылись, полгода назад новое месторождение нашли, сейчас еще, и они потихонечку переходят на свое внутреннее потребление, на свой внутренний газ. Из таких немножко криминальных, но повседневных новостей интересных, в Измире был обыск в обычной, абсолютно простой квартире, в общем, это, конечно, по наводке, их вели, это назовем так банду, если можно выразиться, потому что они были заподознены люди в скупке продажи исторических цен, а сообщество очень огромный, скажем так, бизнес есть черный, но вообще, где есть много историй, такой бизнес существует, и вот в Измирской одной квартире, просто в посудомоечной машине, ну там скрывали ее, была найдена голова статуи, женская статуя, женская голова статуи, которая насчитывает примерно 2000 лет, представляете, какая ценность, какая стоимость этой реликвии, просто в обычной посудомойке в Измирской обычной квартире, в обычном доме, просто хранили к продаже, вообще, в Стамбуле была попытка проведения ЛГБТ-марша на днях, полиция очень жестко всех скрутила, упаковала, вообще, тема ЛГБТ очень активно сейчас пытается форситься в новостях, такой, я вам, как бы делаете выводы сами, вся эта тема началась, естественно, перед выборами, это определенный лейтмотив на поиски какого-то огромного внутреннего врага, чтобы какой-то гнев и что-то еще направить на какую-то группу незащищенную лица граждан. Кусу слову, ЛГБТ-люди, они были всегда исторически, если мы наберем эти аспекты, но почему-то опасными они стали только сейчас, в кавычках опасными, я имею в виду, и надо обрушить на это гнев какое-то внимание. Вот такие новости Турции на данный момент у нас в стране. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в инфобоксе, самые свежие новости. Если кому-то нужна моя консультация психолога, пишите на почту, она тоже в инфобоксе, мы с вами свяжемся, я дам вам информацию по поводу консультации, стоимости, время, условий и так далее. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте комментарии, скоро увидимся в новых видео, всем пока!